всем привет сегодня я нахожусь в петербурге на канале грибоедова и вот эти ребята откуда вы до захотели поучаствовать в моем литературном шоу рукописи жанглера булыжниками и сегодня я предлагаю им на выбор прочитать одну из рукописи вот они у меня здесь и они сейчас выберут и мы начнем чтение черный копырь отлично рукопись черный копырь ну что ж ребята все рукописи иллюстрированные вы будете просто смотреть картинки я вам прочитаю эту историю поехали питер ты тоже можешь слушать но и вся россия вот картиночки однажды весной когда сошел снег а прилетевшие грачи важно расхаживали по перепаханному чернозему и клевали первых червей мужики из колхоза красный лапоть расположенного вдали от оживленных дорог черноземья россии распахали под конопляное поле заброшенную пустошь на которой в стародавние времена было языческое капище а в гражданскую расстреливали беляков и не успели отсеяться как на него приехал черный копатель из москвы вооруженный металлоискателем баунти хантер трекер 4 одет он был в черные штаны черную рубашку в почерневших от копа руках он сжимал старую карту на которой черным жирным крестом было помечено место где покоился древний чудский идол впитавший в себя силу земли и помогавший кладоискателям искать сокровища в полях он осмотрелся поставил палатку рядом с полем и приступил к поиску день и ночь обшаривал окрестности ища идола писком металлодетектор распугался грачей и они улетая по птичьей отомстили ему к деньгам подумал черный копатель и включил дискриминатор и тут же нашел кувшин с множеством золотых до монгольских украшений нательных крестов золотых и серебряных монет среди них были даже константиновские петровские рубли много немецких штык ножей железных крестов а медики кто их считал но вот идол за которым он приехал ему так и не дался парни со всех кладоискательских форумов завидовали ему коллекционеры со всего света покупали его находки все они были в отличном сохране высоко ценились очень высоко к нему даже приезжал директор эрмитажа и русскому музею и они очень сильно избили друг друга споре из-за его раритетов он сказочно разбогател съездил отдохнуть в египет купил себе внедорожник новый металлоискатель баунти хантер тайм рейнджер имени лапхаб терра 705 проставил окрестным мужикам столько водки что весь колхоз гудел три дня сам ответил с ними свой успех и с утроенной энергией продолжил поиски да вот только колхозники протрезвев стали завидовать ему а больше всех завидовали председатель и наладчик доильных аппаратов механизатор валера он давно и безуспешно добивал любви дочки председателя маруси а она девица красы писаной как у только увидала черного копателя так сразу и полюбила его без памяти и даже ездил отдыхать с ним египет и уже ждала от него ребенка собрались они вместе клубе и договорились темной ночью порешить черного копыря и обе и обобществить найденные им сокровища вооруженные вилами топорами и лопатами этой же ночью они подкрались к его палатке вытащили его и отрубили ему ноги после этого разграбили палатку рассовали находки по карманам и вырыли на том месте где она стояла глубокую яму бросили его еще живого и шутками прибаутками стали засыпать землей черный копатель стонал взывая к милосердию судорожно скреб землю руками но никто не помог ему в последние секунды жизни в его руке вдруг оказалось что-то твердое он поднес это к глазам и вот в близках лунного света увидел идола ради поисков которого он оставил москву работу обрадовался прошептал имя любимой и умер да только председатель колхоза углядел этот момент спрыгнул в яму разжал пальцы и забрал себе идола золотишко подумал он отнесу в ломбард после этой ночи деревня зажила мужики отстроили себе вместо из изб евро коттеджа накупили внедорожников стали ездить отдыхать египет а сельпо начали подавать продавать элитное спиртное прошел год поле заросло дикой коноплей самосевской самосевской мужики не работали гуляли проживали награбленные искали сокровища да только ничего больше не находили только председатель по ночам в одиночку ходил по полям и находил древние клады сундуки с монетами оружием идол впитавший себя силу земли исправно служил новому хозяину помог сказочно обогатиться маруся родила близнецов и вышла замуж за теперь уже миллионера валеру ничего не предвещало беды да только в ночь убиения черного копателя мужики проезжавшие мимо заброшенного конопляного поля домой не вернулись валера забеспокоился велел установить вдоль поле и дорог камеры наблюдения нанял гастарбайтер распахать его поставил на нем бытовки и оставил их там ночевать наутро придя в их лагерь он с мужиками увидел что все гастарбайтеры на своих койках мертвые лежат и у каждого ноги отрубленные а рядом с ними пропавшие мужики и тоже все мертвые без ног все страшно переволновались и побежали в будку камермена да только и он в ней за аппаратом мертвый сидел без ног совсем седой бросились они к компьютеру включили записи видеонаблюдения и увидели что ночью ровно в полночь каждому спящему гастарбайтеру пролетал подлетал черный копырь без ног и спрашивал нет ли у него его идола а как получал ответ просил одолжить ему для поисков ноги и не обращая внимание на ответ отрубал их черной малой пехотной армейской лопаткой по самые колени примерял их говорил что жмут и подлетал к другому с каждым гастарбайтером история повторялась по этому же сценарию перемерив ноги всех гастарбайтеров спавших бытовки он принес в нее пропавших мужиков сложил и с первыми петухами провалился сквозь землю заволновались мужики побежали искать могилу черного копыря весь день землю рыли да так ничего не нашли уж больно сильно разослась конопля валера посмотрел на все это и решил вернуть копырь у его ноги марусью с детьми он отправил к родне в зеленоград а сам отправился во враг на краю колхоза туда он бросил год назад отрубленные ноги и присыпал известкой откопал их и оставил на поле забаррикадировался с мужиками в сельпо стал ждать ночью черный копрь нашел свои ноги примерил их тяжело вздохнул и отложил в сторону за год они сильно испортились и пришив полную негодность но долго грустить он не стал заточила камень свою лопатку и полетел в сельпо где до утра примерял свежие ноги пока не нашел подходящий наладчика доильных аппаратов мира механизатора валеры пришил их себе черными нитками прямо стал черным скотчем на всякий случай и ушел по делам а валера и мужики в ту ночь умерли все совсем навсегда а у тех кто в спешке уехал из колхоза побросав еврокоттеджи имущество началась гангрена ног и они тоже умерли все навсегда совсем только председатель колхоза не умер идол защитил его от гнева черного копря незадолго до пони на конопляном поле и в бытовках и сельпо он веруя в силу идола отправился на остров кокос и нашел легендарный клад острова самый крупный в истории прославился побывал у андрея малахова на телепередаче пусть говорят и в ореоле славы вернулся в колхоз да только переступив порога сельпо он увидел что все мужики в нем мертвые без ног лежат и только валера испуская последний вздох успел прошептать копорь и умер уже окончательно испугался председатель и до наступления темноты уехал в израиль через палестину да только не помогло через год и его мертвым нашли напился элитного спиртного обмочился подскользнулся на балконе своего дома в хайфе и упал под проезжавшую мимо машину для прессования мусора она и переехала ему ноги уж врачи боролись боролись за его жизни да что толку уже к утру помер от скоротечной гангрены а черный копорь с той поры ходит по полям необъятной россии страны снг заглядывает в палатке к ночующим в полях копателям и спрашивает своего идола и стакан водки а кто наливает тому отрубает руки так как сам он не пьет и начинает вести себя неадекватно при виде алкоголя и убегать от него нельзя так как увидев что ноги у вас хорошие обязательно захочет их примерить и так из года в год пока не найдет идола или свою любимую марусю маруся же вышла замуж после смерти валеры за президента чуваши и воспитывает близнецов о судьбе черного копыря она ничего не знает валера нашептал ей что он бросил ее и уехал с артисткой цирка на бали вот такую историю мир сказали мужики когда я копал на заброшенном конопляном поле под темрюком ребята вот только что мы с вами прослушали прочитали рассказ черный копырь ваше впечатление чему научил этот рассказ то что жадность не приводит ни к чему хорошему чему научила но мне кажется это очень интересное произведение и морально верно такова что халявы это не всегда хорошо и лучше не трогать того кто ее нашел может быть ну на самом деле очень интересная история по типу преступления наказания нельзя гнаться зачем-то чего-то не заслуживаешь иначе всегда придет какое-то наказание какой положительный опыт парни будете использовать из этого рассказа своей жизни нельзя трогать чужое не стоит копать на конопляном поле не бери больше чем на шлисти отлично какие-нибудь вопросы к автору остались появились ну координаты простые берите лопату металлоискатель и айда под темрюком искать его смотрите ребята мнение какого известного человека об этом рассказе хотелось бы услышать зеленский зеленский это президент украины вот можно четко громко на всю украину сейчас пожелать и прочитать рассказ черный копырь президент димир зеленский прочитайте пожалуйста рассказ черный копырь вот хотелось бы услышать ваше мнение а вы я хотел бы посоветовать прочесть данный рассказ виктору пелевину потому что я думаю он ему придется по душе и хотите услышать его мнение почему считаю этого автора очень хорошим для меня он списке первые списки лучших авторов для меня если бы виктор пелевин написал этот рассказ вот в такой форме вот он бы в списке номер один стал бы вообще вот плотно вот навсегда я думаю или скатился бы немного 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 хорошо так а ваше предпочтение пориками многим он у многих людей хотелось бы услышать мнение по поводу такого произведения ну вот но я думаю более конкретно было бы услышать и чака паланика например кого чака паланика а кто это довольно популярный писатель современности российский или зарубежный зарубежный а то есть для него надо перевести на какой язык этот рассказ достаточно ну хорошо в общем подходит концу на литературное шоу у нас сегодня в петербурге очень холодно да наконец-то у меня вот рука замерзла даже и что я хочу вам еще показать вот на ход ноги уже вот смотрите у меня вот тут есть копия того самого чудского идола действительно вот этот вот амулет он работает как только я себе его заполучил то тут же когда копал нашел монеты старинные потом нашел на патрон гильзу и еще что-то нашел а бляху какую-то нашел какую-то латунную фигню нашел то есть много чего нашел в общем дорогие копатели если вас заинтересовал вот этот вот идол который защищает кладоискателей от черного копыря в полях то все ссылки в описании пишите ну и плюс еще вот такая вот вещица который уж но гарантированно защитит вас от черного копыря в полях это вот вот этот вот петербургский тактический свисток сейчас я вам покажу его возможности он тоже прекрасно отпугивает черного копыря блин сейчас 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 секунду действительно свистит вот действительно свистит ну и плюс можно им черного копыря бить вот если он на вас нападает и требует ваши ноги так что все все ссылки в описании если хотите приобрести вот себе в коллекцию вот этот рассказ черный копырь то пишите я вам пришлю его естественно в красивом авторском конверте и вы сможете насладиться им перечитать его посмотреть картинки ну и все остальные рукописи тоже есть наличие группа вконтакте рукописи жонглера булыжниками лайк и репост если понравилось это видео вам понравилось ребята ну все пока было приятно для вас работать